Друзья, приветствую! Зритель из Петербурга передал образцы масла Valvoline Sinpower MST C3 540. Да, вот название, допуски, описание, значение, автомобиль, пояснение и две баночки. Отработка и свежая. Сейчас я почищу, подпишу и можно будет приступать к созданию эталона. Все готово. Первым делом, естественно, обновляю спектрограмму на созданной болванке ранее. Так, закладываю каплю. Сейчас, видите, прибор уже, запись экрана пошла. Так, вот такой спектр у данного масла. Видна небольшая ступенечка в области эстеров. Сейчас я ее увеличу, посмотрим. Примерно 0,08. 0,08, я так оцениваю, это полтора процента. Кстати, прошлое видео было тоже по какому-то маслу. По какому маслу? Уже забыл. Там тоже было 0,08. Помню, что 0,08 было. Ну и далее сейчас подкорректирую данные, которые изменились в результате обновления спектра. Противоизносных присадок 94%. Ну, в принципе, то же самое, как в эталоне. Это в масле, которое служило болванкой. Это Castrol 0,30. Гликоль подкорректирую. Сажу, которые сместились немного. И самое главное, обратить внимание на кислотное 1,51 и щелочное 7,8. Кстати, 7,8 щелочное. Валвалин прям указывает в техническом описании данного масла. Ну, единственный нюанс. 7,8 по ГОСТу для свежего. Я эти значения даже не трогаю. Мне кажется, они очень правдоподобные. Так и оставил. Значит, свой талон создан. И теперь давайте приступим к отработке. Это у нас Chevrolet Aveo T300. 1,6 мотор, 116 сил. Объем масла 4,5 литра. Пробег автомобиля чуть больше 100 тысяч километров. Пробег на масле без одного километра 6,5 тысяч. Что соответствует 230 моточасам при средней скорости 27,2. И в топливо добавлялась присадка ликвомоля Langzade. Какое-то топливо. 95-й бензин. Так, прибор проверил частоту окон. Измерил фон. И закладываю образец отработки. Давайте посмотрим. Ну и здесь у нас такой, блин, прям светофор-светофор. Подрабатываются противоизносные присадки. Посмотрите, какое высокое нитрование. Удивительно, гликоля нет. 48 на половину, можно сказать, уровень упал противоизносных присадок. Очень высокое нитрование. Опять же, окисление. Здесь обычно, вот когда эти два параметра, это уже такой перекат по маслу. Значит, зритель мне подтвердил, что воздушный фильтр не менялся. Скорее всего, из-за него доливок не было. Ну и посмотрите, все это вот эти нитрования и окисления естественным образом влияют на кислотное. Оно очень сильно выросло, практически на 2 единицы. Это очень много. И щелочное 1,3. То есть, очень сильно выросло кислотное. Оно же за собой потащило щелочное. То есть, масло здесь полностью сработано. Ну, в общем-то, непонятная ситуация. Пробег небольшой. Ну, как относительно понятно, что если расхода нет, значит, это не прорыв картерных газов. Тут или катализатор, или воздушный фильтр. Так, смотрите, что произошло с вязкостью. Есть разжижение, но, в общем-то, более-менее оно такое. Процентов на 30, наверное. На треть. Скорость достаточно высокая, 27,2. Ну, есть некоторое разжижение. Ну, это может быть именно езда по городу. Да, не забывайте отметить видео. Подписаться на канал. Нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Давайте посмотрим оценку ресурса. Что получилось по результатам измерения. Значит, по моющим нейтрализующим свойствам. Это около 180 моточасов. 4,860. По нитрованию 205, но видно, что здесь, да, нитрование очень жесткое. Ну, и по вязкости, смотрите, 720 часов, с вязкостью все более-менее хорошо. Единственный вопрос сильный по нитрованию. Скорее всего, это Питер, это запыленность сильная. Воздушный фильтр, возможно, он был и не супер качество, и его еще и не поменяли. То есть, вот это вот выливается. Ну, и еще один момент, я над ним размышлял, потому что очень-очень сильно растет кислотное. Возможно, я допускаю, что, учитывая, что некоторое разжижение все-таки есть, топливо попадало в масло, возможно, это не только, может быть, льющие форсунки, но еще, естественно, износ на кольцо, стенка цилиндра. То есть, температурное расширение увеличивается, да, там, на холодную больше может попадать в картер. И это может быть действием вот этой присадки Liqui Moly Langzade. То есть, возможно, присадка из топлива вот таким образом, кардинальным, повлияла на масло. То есть, подняла кислотное, это, в свою очередь, прибило щелочное. Так что, я не исключаю, что здесь, конечно, из-за присадки такой результат получился. Вот, что тут можно сказать. Да, видно, что и по относительной талоны здесь, конечно, и воды чуть побольше стало где-то. Ну, не кардинально, ну, на 250 ppm. В общем-то, и все остальные показатели так сдвинулись. Возможно, что в этом причина сажи нет. Видно, что масло не сильно такое закатанное. В общем-то, гликоли тоже нет. Не видно, чтобы попадало что-то туда в масло. Ну, вот такой результат. Пишите, что думаете. Прошу прощения, не всегда успеваю. Тут зашиваюсь очень капитально. Не всегда успеваю отвечать. Вот. Благодарю владельца данного автомобиля и масла за предоставленные образцы и за поддержку канала. Желаю всем удачи и здоровья. Берегите себя и близких. Всем мира. Увидимся в следующих видео. Пока.